Это было в 60-е годы. В 2012 году, тоже на Московской Олимпиаде, забавным образом была дана очень похожая задача на эту. Сейчас я ее распространю. Но там тоже собрало 7 человек, и оказалось, что любые два из них имеют ровно двух общих звуков. Любые. Это означает, что вот это вот условие B и C имеет, ведь вместо B нужно поставить 2, и вместо C тоже 2, независимо от того, соединяется ли бронт или вершин, или нет, общих вершин, которые будут соединяться с обоими, будет всегда 2. И все равно нужно было доказать, что каждый из этой компании знаком с одним и тем же числом человек. То есть нам нужно было доказать, что этот граф является регулярным. Ну а в силу вот этих условий сейчас можно его называть еще и сильным регулярным с выполнением вот таких дополнительных выпусков. Я вот, честно говоря, не знаю, кто там всю эту задачу придумал. Там можно прочитать. Это есть и на сайте Монковских Олимпиадов. Вот любопытно, откуда он его взял. Может быть, он как раз читал про ту задачу и решил придумать походу. А может быть, и независимо как-то. Но вот, кажется, в решении, которое там есть на сайте, тоже вопрос о том, а когда существуют вообще такие графы, обойдем молчать. Ну ясно, что при n равном 4? Они, конечно, существуют. Ну а а тогда будет равно 3. Ну это просто-напросто вот такой граф. 4 вершины и проведены все возможные. Ну как говорят, это полный графон 4 вершин. Ну ясно, что для любых двух вершин найдется еще 2 вершины, которые с ними смеются. Все, все очевидно. Ну а степень равна. А если еще? Ну и я сформулирую сейчас еще одну задачу. Ну тоже просил уже верный граф, как мы уже знаем. Вот ее в Московских Олимпиадах не было. Ну вполне возможно, что она была на каких-нибудь институтах. То же собрала 7 человек. Оказалось, что любые двое знакомых не имеют общих знакомых, ну как и раньше. То есть, если две вершины соединяются ретром, то остальные ребра уже как-то так проходят, то есть они не могут заканчиваться в одной вершине. Ну и тоже нужно доказать, что каждый из них в этой компании знаком с одним человеком. То есть раз будет регулярный, текень каждой люцины такое же число А. А в качестве чисел В и С мы берем в качестве В, конечно, 0, так же, как там и было. А в качестве С – 1. Тут еще одна такая вершина. Ну и к ней тоже возникает вопрос. А если вот такие вообще графы? Ну кроме простейшей ситуации, когда две вершины соединяются. Это единственный выбор.